Столица Казахстана может превратиться в финансовый хаб Центральной Азии. Сегодня на 8-м Астанинском экономическом форуме такое мнение выразил один из известнейших мировых экспертов в области финансов Нуреэль Рубини. О том, чем запомнился первый день АЭФ, расскажет мой коллега Сабиба Ибусинов. Съехались светила ведущие экономисты, финансисты, миродействующие политики, люди, которые стояли у руля целых государств и даже нобелевские лауреаты. В языке шоу-бизнеса такое явление называется «звездопад». На этой встрече тоже говорили о кризисе, падениях и взлетах, но только евро, доллара и глобальной экономики. Говорили те, к чему мнению по всему миру прислушиваются миллионы. Впрочем, в столицу Казахстана такие умы приезжают каждый год в одно и то же время вот уже 8 лет подряд на Астанинский экономический форум. В этом году его название звучит так – «Инфраструктура – драйвер устойчивого роста экономики». Как вы сами знаете, финансовый кризис коснулся всех стран. В Европе и США число безработных растет с каждым днем. В условиях экономического кризиса развитие инфраструктуры – очень эффективное и правильное решение. Это путь в светлое будущее. О том, как в этом направлении движется хозяин форума «Казахстан», гостям рассказал первый заместитель премьер-министра Бахачан Сагентаев. Например, только один проект возрождения Великого Шелкового Пути чего стоит. По планам он объединит 65 стран и три четверти населения Земли. Возрождение Шелкового Пути – это не просто транспортно-логистический проект. Это многосвектная экономическая стратегия развития стран, расположенная на пути древнего коридора, направленная на всестороннее развитие инфраструктуры, торговли и экономического сотрудничества. Вообще о Казахстане сегодня говорили на каждой панельной сессии. Известный американский эксперт по вопросам глобальных финансов Нурель Рубини, который еще в 2006 году предсказал мировой кризис, высказал мнение о том, что Астана вполне может стать финансовым хабом Центральной Азии. Крупный международный центр в столице появится на базе инфраструктуры выставки «Экспо-2017». В глобальном масштабе всех стран Центральной Азии именно в Казахстане есть. Первое – это высокий доход на душу населения. Второе – большой потенциал роста. Третье – человеческие ресурсы. Четвертое – значительные вложения в развитие инфраструктуры, которые требуют также правильного долгосрочного распределения средств. Именно по этим факторам я думаю, что считать Астану финансовым центром региона справедливо. Сегодня многие эксперты высказывали мнение о программе Нурцултана Назарбаева «100 конкретных шагов». Именно эти действия позволят реализовать пять институциональных реформ, озвученных президентом. Специалисты отмечали, что «Казахстанский план нации» – это программа на пути к эффективному государству. Я хочу сказать, что я когда прочитал этот документ, я испытал просто культурный шок. Это потрясающая программа на пути того, что я назвал самым главным в своей презентации, на пути к эффективному государству. Поэтому мы находимся в очень правильном месте, в правильное время, когда Казахстан стартовал с одной из самых амбициозных программ в мире. Когда я читал эту программу, у меня было ощущение, что я читаю программу правительства Сингапура. Я думаю, что этой программе очень многие европейские правительства могут позавидовать. Как и многие мои коллеги, я была поражена масштабностью пяти институциональных реформ. Хотелось бы отметить, что реформы госслужбы и бизнеса отвечают интересам развития как самого Казахстана, так и Европейского Союза, так как ЕС является основным инвестором и бизнес-партнером Казахстана. И, на мой взгляд, воплощение реформ невозможно без полномасштабной модернизации государственной службы. Я думаю, что такая инициатива должна быть всемирно поддержана. Известные в экономических и финансовых кругах эксперты сегодня не только говорили, дискутировали, искали вопросы, но и просто наблюдали. Искусственный интеллект, робототехника, 3D-принтер и прогрессивные материалы. Гостям форума показали выставку прорывных технологий. За целый год накопилась масса вопросов. Обсудить их за один день просто невозможно. Форум продолжится завтра. Сабиба Ибусинов, Диана Алишева, Елена Шрайбер и Есбол Жамшитов, Астана. Сабиба Ибусинов, Диана Алишева, Елена Шрайбер и Елена Шрайбер и Елена Шрайбер и Елена Шрайбер и Елена Шрайбер.